Смотрите на меня. Влад, скажите, пожалуйста, почему вы здесь? Сам непосредственно являюсь гражданином Российской Федерации. И отец очень тесно связан со сферой, является непосредственно тоже летчиком. И поэтому в свое время он очень тесно общался с членами экипажа, который разбился под Сочи. И поэтому, когда узнали, что случилась такая катастрофа, можно так сказать, родители сразу же мне позвонили в Минск. Вот, и попросили, чтобы я приехал, простил память погибшего экипажа и непосредственно, конечно же, ансамбля, который находился в тот момент на борту. А вы кого-то сами лично из этого экипажа знали? Лично нет. К сожалению, нет. Это ваши родители, да? Да. Папа очень тесно общался с командиром корабля, с остальными членами экипажа, со штурманом. Ну, скажите, что вы чувствуете? Вот такая произошла события. У меня как-то в голове не укладывается. На самом деле мы стоим на пороге 2016-2016 годов, и самолеты падают, и падают непонятно почему. И, в принципе, не рассматривается версия как теракт, какой-то, может быть, человеческий фактор, техническая составляющая какая-то. И вот не получается это у меня все-таки состыковать, что в настоящее время, в такой век технологии, самолеты все-таки могут как-то еще падать. Спасибо большое.